Добрый вечер! В эфире передача Точка зрения на канале Даутком ТВ. Сегодня выпуск нашей передачи посвящен работе фирмы Клинер в нашем городе. Не всегда, что руководство Думы периодически встречается со всеми сторонами, так или иначе вовлеченными в сферу обхозяйствования мусора в нашем городе. А сегодня мы решили дать своим телезрителям такую возможность, заочно встретиться с руководством компании Клинер и задать ему свои вопросы о работе компании. Для этого нужно будет звонить на телефон прямого эфира нашей студии, номер телефона 65407669. Я предоставляю вам гостей сегодняшней нашей студии. Это Наталья Игнатова, руководитель Дуговпилского филиала Клинер. Добрый вечер! Здравствуйте! И Валерий Станкевич, руководитель службы сделок с клиентами транспорта Клинер. Добрый вечер! Здравствуйте! Начав свою работу в должности исполнительного директора городской думы, Инга Голдберга обозначила такой, ну даже не переходный период, такой вот 10-дневный срок, когда она обещала аккумулировать все ресурсы сторон, отвечающих за эффективное и действительно оптимальное обхозяйствование мусора в нашем городе. И недавно закончился этот срок. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет моей коллеги Ларисы Кирилловой о том, какие же итоги у этого периода. 1 августа к обхозяйствованию бытовых отходов на административной территории Дуговпилса приступил новый оператор компания Клинер. И по сравнению с первым месяцем его работы, когда горы мусора можно было наблюдать повсюду, спустя три месяца ситуация начала меняться к лучшему. Тем не менее, жалобы от Дуговпилчан на недостаточное количество контейнеров и своевременный вывоз бытовых отходов, образование стихийных сфалок продолжают поступать в городскую думу. А это значит, что проблема с вывозом мусора по-прежнему для нас актуальна, говорит исполнительный директор самоуправления Инга Голдберга. Я еще хочу раз повторить, что вопрос о мусоре жители не должны волновать. Они должны знать, где выносить, когда выносить и вообще не замечать, если где-то нет беспорядка и не замечают. Только тогда можно будет сказать, что ситуация нормальная. На устранение недочетов самоуправление дало Клин-Р 10 дней. Срок истек на прошлой неделе. Что изменилось за это время? Несомненно, увеличилось количество контейнеров во дворах многоквартирных домов, граничащих либо с частным сектором, либо с дорогой. В свою очередь, в многоэтажках, где есть мусоропровод, были установлены контейнеры большего объема. Кроме этого, компания Клин-Р скорректировала графики вывоза бытовых отходов с дворовых территорий. С января следующего года оператор должен будет им следовать в обязательном порядке. Клин-Р также обязался провести разъяснительную работу среди жителей частного сектора, которые до сих пор не заключили договор с новым оператором. Таковых, согласно данным Клин-Р, 10% от общего количества горожан, проживающих в индивидуальных домах. Поэтому неудивительно, что число стихийных свалок пока не уменьшается. А в контейнерах, предназначенных для зеленой массы, оказываются и бытовые отходы. По моему наблюдению, объезжая, смотря город, самые большие проблемы у нас в тех местах, где рядом частный сектор или главные дороги. Там появляются эти стихийные свалки, которые как раз и замечают горожане. Достигнуть положительного результата, по мнению исполнительного директора городской думы, можно лишь объединив усилия всех сторон. Клин-Р городской думы, контролирующих институций, а также самих жителей. И результаты работы, которая была проделана в течение 10 дней, являются тому наглядным примером. За это время они поработали хорошо. Если будут так же продолжать, и мы будем за этим следить, то я думаю, что скоро вопрос о мусоре, долгого вопроса уже будет неактуален, потому что все будут знать, и все будет в порядке. Валерий, вот госпожа Голдберга говорит, что за 10 дней вы поработали хорошо. Сразу напрашивается вопрос, а что мешало вам раньше работать хорошо? На мой взгляд, мы и раньше хорошо работали, и очень старались. Но, как упомянула сама госпожа Голдберга, конкретно сейчас подключились все стороны. В том числе с приходом самой госпожи Голдберга активизировалось и само самоуправление. Таким образом, мы проводили несколько собраний, совещаний со всеми сторонами, в том числе самоуправление, домоуправление, полиция и прочее. Были обозначены более конкретные пути развития. Есть какие-то задачи, которые мы решали в течение 10 дней, названных, какие-то конкретные. Есть какие-то задачи, которые решать еще предстоит, и это более длительный процесс. Если более конкретно, то на одних заседаниях поднялся вопрос района Грива, где был перегружен один из дней вывоза, конкретно это была среда. Сейчас этот день уже разделен на среду и воскресенье, и уже 7 декабря объем будет разделен, и маршрут будет более эффективным. Сейчас проходит как раз обзванивание всех клиентов, то есть мы связываемся с каждым клиентом, мы информируем об изменениях в графике. Это если так конкретно. Также было получено соглашение с Думой о том, что на будущий год мы в начале января всем своим клиентам вышлем календарики с конкретным днем вывоза каждого клиента. Таким образом, чтобы каждый клиент четко знал, в какой день у него вывоз мусора. Потому что сейчас мы получали несколько жалоб о том, что клиенты путают дни, недели, не всегда хорошо знают свой график, так как стараются экономить и не заключают договор на еженедельный вывоз мусор. Замечательно. А если, например, в течение года поменяются у вас графики, то что календарики уже будут недействительны? Год это большой период. Нет, никто не планирует менять графики еженедельно или ежемесячно. То есть, в принципе, этот график работает постоянно. Исключение может быть тот случай, когда сам клиент хочет что-то поменять в своем графике. У него такая возможность есть. Он может прийти к нам в офис на Латч Плаша 10, либо позвонить на наш контактный номер телефона. Ему расскажут подробно, как и что надо сделать для того, чтобы можно было этот график изменить. Изменение графика вступает в силу так же, как и заключение самого договора после подписания обеих сторон. То есть, приходите, добро пожаловать. Если хорошо, он знает день, когда вывозят мусор у него, как узнать точное время, когда лучше всего выставлять контейнер, собственно, на улицу? Лучше всего контейнер на улицу выставлять с утра, перед походом, скажем так, на работу. Конкретное время не обозначается. Мы работаем с 6 часов утра до 10 часов вечера. Таким образом, машина в любое время может появиться. Но идея тут немножко в другом. В связи с тем, что город новый, мы входили в этот период, он достаточно короткий. Постоянные изменения, они влекут за собой изменения не только для конкретного клиента, но и для последующих, либо предыдущих. Но, то есть, таким образом, надо не забывать, что если даже вы ничего не меняете, это не значит, что мы сейчас приедем вам каждую неделю в одно и то же время. Так как более крупные, к примеру, клиенты, как тот же ЖКХ, внеся небольшое изменение в своих расчетах, влияет, желая того или не желая, на всех остальных клиентов, так как у нас либо более долгое время на подъем контейнеров, либо более короткое. И вот, когда что-то меняется по вине того, что у вас появляются новые клиенты, они озвучивают какие-то свои новые желания, вы всех обзваниваете, так как вы сейчас говорили про жителей Грива? То есть, всех оповещают? Каждый клиент должен быть оповещен. Используется для этого личная связь, то есть, в контактный центр звонить непосредственно клиенту. Также эта информация всегда размещается на нашей домашней странице. И, опять-таки, с госпожой Голдебергой мы договорились о том, что эта информация будет всегда даваться предварительно и Думе. Эта информация будет на домашней странице самоуправления. У нас есть звоночек, попробуем принять вопрос о жителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы в эфире. Алло. Алло, добрый вечер. Говорите. Добрый вечер. Добрый. Я хотел бы сказать по поводу выступления недавнего Инги. Вот сейчас только что выступала из Думы, да? Да, пожалуйста. Вот хотелось бы, очень неприятно, как она высказалась, что ложите кульки, не обращайте внимания, у нас город в порядке. Почему? Она что, не видит, что беспорядки есть? Если она не видит беспорядки, пускай позвонит мне, я ее провезу по всем участкам и покажу, где беспорядки и где мусор валяется в неимоверном количестве. Хорошо, я запишу ваш номер, передам исполнительному директору Думы. Договорились. Поняла, спасибо за вашу претензию, я обязательно передам ваше предложение госпоже Голдберге. Всего хорошего, до свидания. Хорошо, понятно. Так, претензия к исполнительному директору, будем дожидаться звонков непосредственно к Линэр. Я напоминаю, что номер прямого эфира 65407669. Графики обсудили, хорошо. А вот если в случае с частным сектором житель частного дома просто забыл выставить контейнер в конкретный день, а у него, скажем, он заказан вывоз мусора раз в две недели, что ему делать? Клиент должен оповестить нас, то есть, соответственно, или позвонить в наш колл-центр, или прийти на Лачпиша 10, наш офис. Или на нашу, опять же, страничку зайти и нам сказать. И тогда в течение трех дней мы вывезем этот мусор бесплатно. Что ему делать, если контейнер был каким-то образом поврежден? Вот контейнер, который вы даете ему по договору, он вообще чья собственность? Кто за него отвечает? За него отвечает клиент, который берет собственность, конечно. То есть, если его подожгли... Если его подожгли, да, в этом случае он должен обратиться в полицию и принести нам заявление. И тогда этот случай будет рассматриваться индивидуально. То есть, следующий контейнер ему также бесплатно отдадут или уже бесплатно? Что делать, если у тебя воруют мешок? Это самый злободневный вопрос, который вообще сложно поверить. Но я так понимаю, что в Далгуте вы реально сталкиваетесь с такими случаями, что содержимое мешка выбрасывается прямо на дорогу и мешок воруют. Я так понимаю, что нигде больше в Латвии такого нету, да? И советы, наверное, тут дать тоже. Ну, это зависит от нас самих, да? Живущих Далгуте, конечно. Ну да, в принципе, эти инциденты, которые есть, они показывают культуру. К сожалению, наших жителей, некоторых. У нас очередной звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Удов вывоза мусора частного сектора. Во-первых, я хотела бы сказать, мне давно наболело высказаться, что для частного сектора мы не то, что получили какую-то скидку, а лично вот я в два с половиной, почти в три раза должна платить. Больше, нежели я платила старому, кто вывозил мусор. Старая организация, прежняя. Теперь следующее. Меня интересует. В этом году нам сделали одолжение, разрешили в комбинировать, складывать и зеленую массу, и бытовой мусор. На будущем, как я понимаю, мы будем этого лишены. Теперь создаются такие по местам переносные какие-то места сборы зеленой массы, в осеннее время, когда идет уборка. Скажите, пожалуйста, в состоянии ли я пенсионерка в 75 лет таскать эти мешки с этой зеленой массой, а ей бывает много на частных участках, в течение места общего сбора. Для кого эти облегчения, скажите? Если у нас мусор раньше вывозился, вот в частности, это улица 18-го нового, напротив ингриды, заправки, 196-198, ежедневно были такие дни, что мусор уходил. В этом году у нас стояла вонь, потому что мы по две недели в этих контейнерах обычный вот этот бытовой, все-таки отходы и фрукты, и прочее. Все это гнило и воняло. По поводу вашего... ...на будущий год. Сейчас спросим. ...вот время. Я вас заключила на контейнер. Да, летом, зимой, осенью у меня мусор будет. А что я буду зимой ложить и платить почти по 6 евро за двухнедельные два раза выдаст мусора, два раза в месяц. Сейчас спросим у представителей компании. По поводу вашего первого вопроса, по поводу платы. Наталья хотела вас что-то уточнить. Ну, уже женщина сказала, что контейнер. А, контейнер. Ясно. Хорошо, спасибо вам за звонок. Сейчас будем обсуждать, услышите ответ представителей фирмы. Да, спасибо. Вы проиграли полностью. Спасибо, всего хорошего. Ну, вот, горожанка сказала, да, что у нее контейнер. Да, если контейнер вам много летом, как она выразилась, то вы можете к нам прийти и перезаключить договор на мешочки. Мешочки стоят 10 евро 61 цент. 12 мешков. Да, 12 мешков в комплекте. То есть, она может летом пользоваться мешочками и потом, опять же, в зимний период прийти к нам и заключить договор на контейнер. По поводу вот зеленой массы в мешках, ее разрешение или не разрешение. То есть, как оно будет в будущем? Звучит везде, что это такое временная мера, пока можно ветки и траву складывать в контейнеры. Так, нет? С одной стороны, да. У нас подписано соглашение с самоуправлением о том, что да, мы разрешаем и по договоренности мы разрешаем, и клиент может складывать свою зеленую массу в разумных пределах, чтобы не превышать грузоподъемность самого контейнера. То есть, ну, листва может быть мокрые, тяжелые. Вот. Почему временно? Это тоже обусловлено условиями законодательства именно самого самоуправления. Так как я боюсь наврать по поводу дат, но, если не ошибаюсь, с июля 2015 года Дума в содействии с полигоном должна разработать компостные площадки, и тогда мы сможем отдельно собирать этот отход и отдельно его транспортировать в специально для этого предназначающиеся место. То есть, да, пока этого нет, подписано соглашение на то, что это можно делать. То есть, пока не будет построена компостная, скажем так, площадка для, специально для этой зеленой массы, разрешено будет однозначно. Это будет контейнер в каждом доме второй для зеленой массы, или это будет тоже как-то вот обобщенно собираться с кварталов, с районов? Это, опять-таки, по договоренности, это не было оговорено в закупке конкретной. Скорее, я вижу по опыту это так, что это будет, да, действительно отдельный контейнер с отдельной маркировкой, с отдельным маршрутом, но также с отдельной ценой. То есть, обычно это более дешевая услуга, потому что компостирование само по себе, оно подразумевает какую-то добавочную стоимость у этого материала. Таким образом, у жителей уменьшится удельный вес обыкновенного мусора, то есть, он может перейти из какого-то более крупного контейнера на более мелкий, либо уменьшить свой график вывоза обыкновенного мусора бытового, но в то же время сдавать какой-то другой, в том числе, я имею в виду, ну, зеленую массу он сможет за более, более низкому тарифу. Ну, а на сегодняшний день, если у человека, ну, очень много, я там читала в комментариях буквально, что люди пишут, там, убрал весь участок около дома, набрал 10 мешков листвы, никак, кроме как вот в мешки, он сегодня сдать никуда не может эту зеленую массу. Он набрал листву в нашем мешке, да? Да, тогда он должен опять же нам позвонить, сделать заявочку, и мы приедем и выведем, да, то есть, нету такого количества ограниченного, чтобы наши мешки, пожалуйста, мы забираем. Или он может тогда каким-то образом доставить их все-таки в большой семикубовый контейнер, который... Который усыновило коммунальное хозяйство по городу, да, их всего пять штук, да, шесть, да, с нашим, да. Хорошо, а как вывозится крупногабаритный мусор из частного сектора, что нужно делать? Также, как я уже говорила, нам нужно написать заявку, то есть, нас оповестить, чтобы мы об этом знали, да, заявку или позвонить в кулцентр. Из многоквартирного сектора, я так понимаю, просто вот я у себя на подъезде видела, что какой-то определенный день сейчас обозначен. Да, согласовали мы с руководством ПЖКХ, ДЗКСУ, да, что будет суббота, такой день, как бы, самый лучший, оптимальный для горожан, поэтому мы, согласовав, выбрали субботу, да, и поэтому в субботу мы в городе забираем крупногабаритный. То есть, диваны нужно выбрасывать вечером в пятницу, правильно? Если ты делаешь в квартире ремонт, то это уже совсем другой вид мусора, его не нужно выбрасывать в пятницу во дворе, правильно? Нет. Что нужно делать? Также приходить к нам, писать заявку, и мы выведем это семикубом, для этого есть специальные контейнера, да, для крупногабаритного мусора. Еще раз по поводу мешков хочу вернуться в частном секторе. Была такая информация, что якобы они вообще скоро прикажут долго жить, что их вообще не будет. Это соответствует действительности или нет? В рамках существующей договоренности, существующего договора об обхозяйствовании мусора с городом, нет, они будут, они являются одной из составляющих частей всей системы. То есть, минимальный объем контейнера, с которым мы работаем сейчас, является 240 литров, либо, если у клиента есть в собственности, 120 либо 140 литров контейнер, мы его тоже принимаем и обслуживаем, если клиенту надо более маленький объем, то есть минимальный объем это 100 литровые мешки. Таким образом, пока что, если самоуправление не выйдет к нам с предложением о каких-то изменениях, и мы не обсудим это на двухсторонних переговорах, то никаких изменений не планируется. Контейнеры 120-140 литров вы все еще не предлагаете, не продаете или продаете? Предлагаем и продаем. Контейнер 120 литров стоит 27 евро, 10 центов, да, то есть его можно прийти к нам и приобрести. Свою собственную, в отличие от 240-литрового, который выдается в аренду безвозмездно. Да, все верно. Расскажите, какую акцию вы готовите 6-7 декабря в нашем городе? Это тоже, как упоминала госпожа Голдберга, 6-7 декабря мы готовим акцию об, скажем так, окончательном или заключительном информировании частного сектора, жителей частного сектора, которые еще не заключили с нами договора. Таковых на сегодняшний день уже порядка 5%, но все же. Будет 4 точки, скажем так, куда будет подъезжать специально разрекламированный микроавтобус нашей компании. И у горожан будет возможность непосредственно на месте заключить договор, причем заключить его сразу же на месте и уже до конца текущего дня вечером получить контейнер, либо приобрести мешки. То есть услуга будет полного сервиса и сразу. Этих места будет 4, это я могу назвать даже сейчас уже. Это перекресток улицы Гулбью Аптекас на площадке возле заправочной станции НСТ, на перекрестке улицы Вентас и Рубаню на площадке возле магазина, на перекрестке улицы Ароду и Венспилс недалеко от базарчика Мадора, и перекресток улицы Смилшу и Архитекту на площадке возле Дома культуры. То есть о времени конкретном пребывания, в какое время где будем, мы сообщим отдельно. То есть это будет и на нашей домашней странице, и на странице самоуправления. Ну и естественно мы постараемся использовать все средства массовой информации, в том числе и ваш канал, для того, чтобы оповестить жителей об этом. Спасибо, у нас еще один звоночек в студию как раз. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый, слушаем вас. Я хотел бы вот, я только включил самое, ну, даутском канал, да. Ну просто поблагодарить самое, там все там ругают его, а я хотел бы наоборот, чтобы, ну, хорошо, я, у меня был там заключен мусор, ну, контейнер большой, я пошел к ним и мне сделали на маленький, пожалуйста, и ничего, никаких проблем нету. Это сами как-то, ну, люди виноваты. Надо самому идти, сами сделать, никто тебе не будет ничего плохого. Это самая разница. Вот мне кажется, просто у вас благодарность, там и осталось, ну, нормально все. Очень приятно, спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Видите, как не только негатив от наших горожан. Ну, слушайте, вот с этими, с этой услугой вот доставки договоров уже прямо и контейнеров на дом, ну, полный сервис, правда. Ну, это, с одной стороны, наверное, это здорово для тех, кто еще все-таки не создал заключить с вами договор с другой, но с правовой точки зрения абсурд. То есть, это закон, который люди должны были начать соблюдать еще 4 месяца назад, но они до сих пор этого не делают. Вот люди, которые вот продолжают приходить сейчас и заключать договора вот с вами вновь, что они вообще говорят? Они не знали, не хотели, не думали. Каково их оправдание? Не знали, не хотели, не думали. Что могу вам ответить? Не, ну, интересная, правда, ситуация. Я так понимаю, что при входе в другие самоуправления вы с таким не сталкиваетесь, когда вы в пусы. Ну, есть такие у нас. Это я еще на первой передаче, которая была посвящена приходу к кулинар в наш город, говорила о том, что Далгопус город особый. Правда ли, что вы собираетесь каким-то образом сотрудничать с муниципальной полицией, которая действительно в последние месяцы стала довольно-таки активно работать с нарушителями тех самых законов, о которых мы говорим? И как может это сотрудничество проявляться? Мы выдвинули такое предложение полиции самоуправления о том, что, возможно, мы могли бы кооперироваться в более эффективной работе, так как на данном этапе они уже это делают самостоятельно. И мы ежедневно, можно сказать, созваниваемся, обмениваемся информацией. Но для более эффективного мы предложили работать непосредственно на участках месте. На сегодняшний день конкретного ответа пока мы не дождались. Я так понимаю, что это находится в стадии рассмотрения. Про что мы проинформировали также госпожу Голдбергу, как представителя самоуправления. Ждем, посмотрим. Возможно. Ну, наверное, это было бы, да, здорово, не помешало бы, раз так уже. Я напоминаю, что телефон прямой эфир в нашей студии 65407669. Мы ждем ваших звонков. Еще несколько вопросов таких довольно частных наших читателей. Что делать тем, кто проживает, например, на даче некоторое время в году, потом возвращается снова в квартиру? Может ли он заключить какой-то сезонный договор на вывоз мусора с вашей компанией? Может и должен, да. Он должен к нам подойти и на те месяца, что он находится на даче, заключить с нами договор. Но это при условии, извиняюсь, перебиваю, это при условии, если эта дача находится на территории города Даугавпулса. Да, если это за пределом города Даугавпулса, то есть он уже попадает под законодательство другого самоуправления. Там действуют все те же самые условия, те же мешки, те же контейнеры, правильно? Только они выставляются на конкретный срок. Должен ли сотрудник вашей фирмы заходить в помещение для того, чтобы взять контейнер, вывезти его на улицу, выгрузить содержимое? Ну, он не должен заходить, да. Но это если клиент оговаривает это с нами, да, то тогда, конечно, мы заходим. То есть клиент нас должен поставить в известность. Насколько распространена на сегодняшний день практика, когда вот на свой контейнер там фирмы или жители домов вешают замки каким-то образом, пытаются уступиться к тому, чтобы кто-то другой выбрасывал туда свой мусор? Часто с таким сталкиваетесь? В основном это юридические фирмы, да. Мы даем, как говорится, добро на это, и мы не против. У вас есть тоже ключ, да? У нас есть ключ, у наших водителей есть ключ, и они сами открывают, забирают мусор. Лишь бы все стороны были довольны. Да, и все довольны. Возвращаясь к такой тоже традиционной особенности, наверное, до уговпилоса, есть у нас такая традиция, что мы привыкли, что мусорные контейнеры открываются вперед-назад, а не вверх и вниз, как сейчас. Какова ваша практика применения контейнеров определенного вида в других городах? Что говорят жители других территорий? Хочу сказать, что данный тип контейнеров мы применяем полностью на всех территориях всех самоуправлений, где мы работаем. Причем не только мы, проезжая по и другим регионам. В большинстве своем они идентичны. До сих пор нигде жалоб не получали. В связи с чем мы сделали вывод, что горожане действительно очень сильно привыкли к такому типу контейнеров. К сожалению, при закупке, при формировании этого конкурса может быть не было обращено на этот момент внимания. И тем самым на данный момент мы закупили уже весь контейнерный парк такой, какой он есть. То есть такие контейнера, какие они есть. Возможно, есть о чем задуматься при формировании следующих конкурсов. А на сегодняшний день, исходя из того, что они там, некоторые жалуются, что они высокие, что дети не могут выбросить мусор. Есть какие-то варианты? В данном случае, да, конечно. Мы решали пару таких случаев, когда действительно вышина контейнера была ключевым вопросом. Хотя предыдущие контейнера были повышения такого же размера. То можно, к примеру, два кубовых контейнера поменять на три 660-литровых контейнера, которые будут по объему составлять приблизительно то же самое, только будут немножко ниже и легче. То есть все решаем. Главный вопрос, наверное, который звучит вот уже вот все эти, начиная с августа время, в которое вы зашли в город. Ладно, давайте примем звонок телезрителю, а потом тогда вернемся к моим вопросам. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Вот мы живем на улице Варшавас и угол Мера, да? Да, напротив нас стоит контейнер, я так понимаю, это от биржи. И он на замочке. Но дело в том, что частный сектор рядом, и нам приносят и скидывают туда мусор как бы рядом, в кульках. Во-первых, вид неприглядный. Во-вторых, мне не хочется смотреть и всем нам соседям, смотреть из окна на этот мусорный контейнер. Раньше этот контейнер стоял во дворе биржи с улицы Варшавас. И как бы никому не мешал, и, наверное, столько мусора не подкидывали. А теперь собаки подбирают мешки эти, разрывают. И толку с этого замочка. И почему этот мусорник стоит напротив как бы окон? Все-таки хотелось бы, чтобы его куда-то убрали бы. А вы видите, что житель конкретного частного дома выходит из... Нет, я не частный дом. У меня дом... Ну, я понимаю, вы в квартире живете. А вот вы говорите, что частный сектор подбрасывает туда мусор. А вы видите, например, откуда... Ну, конечно, частный сектор, а кто же туда подбрасывает. Нет, я к тому, что конкретно вы можете человеку указать, например? Это помогло бы муниципальной полиции. Нет, ну я так не могу указать. Я говорю, что идут с мера улицы и кладки. А, ну ясно. Вы не такие, я ж не знаю. Неопределенно. Ну ясно. Ну просто сам вопрос в том, что почему мусорник-то стали ставить с мера улицы, и толку, что он закрыт на замке, потому что антисанитария. Когда стоял в бирже вашего с улицы старца, то не было. А теперь тут стоит, но очень неприятно. Хотелось бы, чтобы его убрали. Спасибо за вопрос. До свидания. Спасибо за звонок. Спасибо за информацию. Мы обязательно завтра же поговорим с руководством биржи, и, может быть, перенесем, попросим руководство перенести его на прежнее место. Ну странно просто, да, если они раньше ставили его там. А вот эти вот места, где стоят контейнеры, это от кого зависит? От вас? От клиента. Так, что я хотела спросить? У меня уже и мысль вылетела, что я хотела спросить. Так, ладно. Хорошо, значит, это нужно согласовывать с биржей. Ну да, спросим, что это такое. Вообще, вот по поводу оставления мешков около контейнера, я так понимаю, что вы часто с этим сталкиваетесь, что вот контейнер пустой, а рядом мешки стоят. Как это объяснить, никто не знает. Почему как это объяснить? Это, опять же, зависит от наших граждан. Нужно просто поднять крышку и выкинуть мусор. Ну да, я так понимаю, что и в этих вот семикубовых контейнерах для зеленой массы там та же история. Та же ситуация. Причем зачастую даже не надо крышку поднимать. Ну да, там просто надо выбросить. Ну да, к сожалению. Это, к сожалению, культура каждого индивидуального человека. То же самое, что в какой-то степени может происходить где-то на обочинах, за городом, либо в лесу. Вне зависимости от того, какой оператор в городе работает. Но если человек может себе позволить вывезти мусор в лес, соответственно, это свидетельствует о его культуре. А, вспомнила свой вопрос. Про то, что я хотела сказать о том, что с самого начала, как вы пришли в город, наверное, самый частый вопрос, это почему снизилось количество контейнеров в городе? Почему его не стоит адресовывать вам? И можете ли вы как-то повлиять на то, чтобы увеличилось количество контейнеров в том или ином месте? Вы можете это сделать реально? Не, мы можем повлиять. Но почему, сначала отвечу, почему уменьшились? Клиент заказывает контейнера, заказчик. Соответственно, мы ставим столько контейнеров, сколько у нас заказали. Мы можем только повлиять на клиента, посоветовать, что, может быть, что-то надо больше поставить, где-то меньше. Только посоветовать. Клиент все решает заказчиком. Ну да, то есть в данном случае, если вы живете в квартире, то вам следует обращаться к своей обслуживающей организации. Потому что только она определяет нормы какие-то, как-то их там подсчитывает и в итоге заказывает контейнеров клинер. Потому что, действительно, это, наверное, самое распространенное. Было три, стало один. Было четыре, стало два. Верните наши контейнеры. Обращайтесь к тому, кто обслуживает ваши квартирные собственности. Этот вопрос будет решаться на этом уровне. Ну что же, звонок последний мы пропустили. Но будем надеяться, что наши телезрители, которые, может быть, не смогли дозвониться до нас сегодня или просто не были дома в момент прямого эфира, воспользуются возможностью задать вопрос фирме Клинер на сайте Грани ЛВ. Недавно такая возможность появилась. Там есть специальный баннер на главной странице www.грани.лв. Он такого светло-салатового приятного цвета. Вы можете туда заходить, писать все свои вопросы, прикладывать к ним фотографии. И сотрудники Клинер обещают очень оперативно на эти вопросы отвечать. Что же, по поводу, наверное, того, что мы тут иногда так, я не скрываю, так немножко, может быть, улыбки, некоторые моменты обсуждала. Хочется, наверное, акцентировать тот момент, что, действительно, мы не говорим тут про то, что у нас город такой плохой. Он в чем-то особенный. И есть некоторые члены нашего общества, которые позволяют себе такие вещи, которые портят общую картину, к сожалению. И обсуждая ситуацию в целом, мы не можем это не замечать и не задумываться об этом. Поэтому приход Клинер в наш город обозначил, признаем, это некоторые моменты, которые в культуре жизни в нашей следовало бы, наверное, исправить. И начать, наверное, с себя и со своих близких. Напоследок могу сказать лишь, наверное, то, что будем надеяться, что, как и сказала Инга Голдберга, пройдет совсем еще немного времени, и жители действительно вообще не будут заботить вопрос вывоза мусора. Они будут просто выбрасывать свои отходы в обозначенные места. И, наконец-то, поток жалоб прекратится. Он уже стал намного-намного меньше, чем это было в августе. Мы просто уже по привычке уже привыкли ругать фирму Клинер. На самом деле, могу подтвердить, что даже работая в редакции, мы стали получать в разы меньше звонков. Действительно, ситуация нормализуется. Спасибо за сегодняшний эфир нашим гостям. Спасибо за внимание телезрителям. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»